Да, сезон был не очень хорош, и в первую очередь для меня, наверное, даже потому что не особо много игрового времени было. И, в принципе, как-то так мало коннекта было с тренером, но позитивные моменты были такого первого канала, в первую очередь, где наконец-то удалось поиграть на тот момент. И, честно сказать, наверное, хочется забыть этот сезон и готовиться уже к следующему. Ну, достаточно близко, но могу сказать, что в плане поддержки команды это намного выше НХЛ, потому что фанаты Сибири, это, наверное, топ-2. Просто, ну, Минск и Сибирь, это, наверное, топ-2 болельщиков в лиге, вот. Поэтому, ну, и много примеров было, когда они там ждали нас после игры в минус 40 стояли, чтобы просто поздороваться. И встречали нас, когда мы ехали на игру, там, за 2 часа до игры, они уже в минус 35 стоят на улице, уже ждут, да. Вот, и в этом плане я точно могу сказать, что уже лучше, чем НХЛ в каких-то организованных моментах. Я думаю, что везде свои нюансы, как там, как и здесь, и просто нужно постраиваться под реалией, что там, что здесь, и не особо обращать на это внимание. Это прям до мурашек, особенно в первые разы, когда ты слушаешь, и прям до мурашек. Ну, у нас тогда же ковид был, и мы играли без зрителей, и, ну, если честно, ощущение было от первого матча, как будто просто выяснилось, если матч играешь. Да, понятное дело, что это НХЛ, но я бы не сказал, что был какой-то мандраж. Ну, может, потому что зрителей не было, и такое меньше давления было, но определенно это крутое воспоминание, наверное, на всю жизнь. Да, есть свои проблемы, но это происходит один раз за сезон у кого-то, там, за 10 лет карьеры не происходит ни разу, вот. Поэтому всегда интересно пробовать что-то такое новое, и весь персонал, все там, организаторы старались как можно сильнее это все скрасить, вот. Поэтому я точно могу сказать, что это очень позитивный опыт, и я не думаю, что это создает какие-то проблемы один раз в сезоне поиграть, там, сделать какое-то шоу. Поэтому я только за, чтобы такое проходило и у нас. Вспоминается, что мы играли первый период, и в сторону, за нашими воротами солнце очень сильно светило. Я помню, что, да, и помню, что игроки Бостона жаловались, что ты бежишь на ворота и не видишь, куда бежишь, что один, по-моему, даже вырязывался просто потому, что солнце так сильно светило. Вот, а потом второй-третий период уже солнце село, и стало играть намного поприятнее и нам, и им, вот. Но вообще, вообще безумная красота там была, наверное, ощущение, как будто на озере играешь где-то в детстве, знаешь, и вообще очень круто было, организация была шикарная. Конечно, жаль, что без болельщиков, но вообще вся организация была очень круто. Меч, я бы сказал, что это скорее цель, чтобы и в первую очередь идти постепенно, чтобы провести следующий год хороший и отталкиваться уже от этого. Не хочется забегать слишком далеко вперед, потому что имеет свойство не сбываться, вот. Но самое главное, это цель, чтобы провести следующий сезон полноценно, хорошо, без травм, и я думаю, уже после этого отталкиваться от этого. Да, конечно, но мы еще за день до этого, у меня день рождения было, мы разговаривали, и самое главное, чего ему желала, вот, а кубка, вот. Поэтому сразу же после игры написал и жене его, и ему, вот, все были довольны. Я думаю, он еще до сих пор отмечает в Москве, вот. Поэтому в любом случае это круто, в любом случае, учитывая, как у него сезон начинался, что он там до декабря не играл совершенно, там, из-за травмы, еще одной травмы. И, в принципе, у него тогда были переживания, что уже там команда сформирована, по большому счету, что уже все играют, но он заслужил это в первую очередь, потому что он в последней игре сыграл больше всех из защитников, и это показатель того, что ему доверяли. Он играл очень надежно, и я думаю, что для всей страны это только большой плюс, что два человека выиграли кубок, и их уже шесть, вот, и Витебская область будет праздновать. Я думаю, что в спокойствии, в первую очередь, потому что ты всегда смотришь его игру, и кажется, что он очень медленный, но это только обман, вот. Он просто очень спокойный, рационален, и, там, 9 из 10 случаев всегда спокойно оценивает ситуацию, всегда знает, куда отдать передачу, и, по крайней мере, когда ты играешь с ним, ты всегда знаешь, что он будет делать, и это намного облегчает жизнь и нападающим, и, там, защитникам, партнерам его, вот. И я думаю, что это самый большой, и поэтому, опять же, безумно рад за него, потому что он мой друг, и только сказал ему, чтобы он пригласил меня на празднование. Ну, в первую очередь, тренер, и я был у них на закрытии после этого, и ты, когда смотришь немного больше внутри, очень сильно видно, как все слушают его, очень сильно видно, как все верили в него, потому что, по факту, состав-то не поменялся, там, 2-3 человека добавилось, но видно, что у них сплотилась такая довольно хорошая команда, и Ярослав Косов, я бы сказал, потому что я там видел, как он и пацана в группе писал, но мне брат показывал, что пацаны нужно, там, перед Витебском писал, перед Солигорском писал, и все поверили в него, ну, что не странно, потому что три кубка у человека, и мало кто, в принципе, есть такой и в России, и он показывал своим примером, он работал больше всех, он, там, во время игры, он, там, бился, как лев, вот, поэтому я думаю, что все сложилось воедино, и, как по мне, то с Бреста со следующего года будет двойной спрос, чтобы показать, что это не случайность, и уже сейчас они начали готовиться, там, отсматривают игроков, кого подписывать, кого нет, и большой плюс, что Пушков остается, и я думаю, что со следующего сезона уже, там, проход первого-второго раунда должен быть как данность, а не как какое-то событие. Во время плей-офф, я, когда был на игре, один раз я получил, что приехал, да, и когда, там, 2500 зрителей, и при вместимости 2000, у меня, честно могу сказать, что прям слезы такие, гордости, ну, накатывали, потому что я такого никогда в Бресте не видел, и мне многие люди из Бреста звонили, там, как я говорил, что там, даже рядом не с хоккея, а звонили и просили, то билеты найти, то просто поздравляли, и многие друзья из других городов звонили и писали, что Брест, Брест, мы даже в Новосибирске сидели, смотрели по ночам игры Бреста, вот, поэтому все следили, и я думаю, что это логично вполне, когда приходят результаты, приходят болельщики, вот, почему БГК такой успешный, потому что, ну, в плане зрителей, потому что они выиграют постоянно, и я думаю, что если Брест будет выигрывать, то и зрительский интерес не будет угасать, а только расти с каждым разом. Да, абсолютно несложно, когда здоров, когда до силы всегда находятся, где национальные сборные, просто что самое главное, что здоров, в прошлом году не получилось, потому что была травма, а в этом, как только получил приглашение, с радостью всегда приезжаю, и, ну, что еще делать в апреле, там, в начале мая, отдыхать тоже слишком долго для отдыха, и поэтому я думаю, что все с радостью приезжают, кто может, и вообще никаких проблем с этим нет, всегда только рад поиграть, всегда только рад побыть с пацанами, с кого давно знаешь, пообщаться, поэтому только лучшие эмоции. Мне кажется, наверное, первый самый, когда я играл за Ю-18 в Минске, вот, это первый раз такой большой турнир, много зрителей, где мы вышли в высший дивизион, вот, и, наверное, вот это, потому что никогда до этого не удавалось играть при такой большой публике, такой поддержке, и такие эмоции на всю жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok